Хотел сегодня с вами поговорить, так как это будущее интернет элита, да, вы выбрали это направление для себя, это очень важное принципиальное решение делать NPA в сфере интернета, правильно, соответственно, думать не каждый день только про проекты, про интернет, что в нем происходит, Россия, глобал. Вот в интернете на самом деле там все меняется, все меняется так быстро, что голова иногда кружится, да, и не только в России, в России очень сильно, если два года назад было достаточно 30 тысяч посетителей в день, чтобы быть в топ 100 в России, сегодня 200 тысяч в день ты уже не топ 100. И российский интернет еще пустой, если в Америке, например, сейчас каждый человек может назвать примерно 30-40 интернет-дестинейшн, куда он любит ходить, в России этих дестинейшн намного меньше, соответственно, есть очень много, что можно сделать, очень сильно все растет, очень много, что можно сделать, мало что есть, все доминируется, у всех есть шансы, никогда не было стоимость хода такая дешевая, как сегодня. Как вы думаете, какие есть проблемы, что на выходе при огромном потенциале, при открытых возможностях, которые всем известны, вы все читаете TechCrunch, вот. Вот это первая проблема, это как бы environment, да, а это две проблемы, которые это market, market site, спрос виноват, люди виноваты. Вы на самом деле думаете, что market в России плохой? У меня друзья, у меня друзья делают интернет-бизнесы в странах, как, например, Швейцария, где вообще только живет в интернете 3 миллиона человек. По моему мнению, да, я считаю, что 99% всех стартапов умирают из-за недофинансирования. Их, они делают что-то и после 20 тысяч долларов, или после 2 тысяч долларов сдаются почти все. Как насчет идей? Сегодня тоже можно вот за 2 секунды создать кучу идей, все умеют хорошо создавать идей, все умеют кучу идей генерировать. В этом, по-моему, вот после моего наблюдения вообще никакой ценности нет. И ценность только make it happen. Make it happen. Мы вместе с Магрубом, мы с Инсайтом инвестируем в проекты здесь, в России. И ежегодно смотрим примерно тысячу проектов, и из них отбираем 2, в которые инвестируем. Вот один из них это Купили Айпи. Ну, то есть нам нужен супер-мега проект, который перевернет мир. И когда мы инвестировали в Купили Айпи, наши амбиции были, что он будет там, проектов на миллиард. Ну, действительно, да, ну, с точки зрения эволюации. И, в принципе, это уже так. Сейчас, когда мы анонсировали там 25-ти миллионы раунд акселя, и компания вот так продолжает расти вверх, это будет реально миллиардная история. Аксель, фонд, который провестировал в Фейсбук первые инвестиции Акселя в Россию, это Купили Айпи. Вот это, как бы, тот масштаб, который нам нужен. Поэтому мы отбираем 2 проекта из тысячи. Одна из проблем, действительно, это отсутствие такой прослойки фондов или бизнес-ангелов, или что-то, ну, богатых людей, которые бы могли дать деньги на развитие, там, интернет-магазина, я не знаю. Структурно происходит такая вещь. Я встречаюсь с инвесторами, они говорят, Оскар, у нас столько денег, дай мне, пожалуйста, кого-нибудь, в которого можно поинвестировать. А предприниматели говорят, помоги нам сделать финансирование. Деньги и предприниматели просто не находят друг друга. Не находят друг друга из-за того, что отсутствует доверие. Доверие очень важно. Попробуйте взять какую-то часть своих денег и кому-то фиксировать. Это кончится тем, это кончится 100% тем, что вы проинвестируете в человека, которого вы уже знаете, который уже проверен кем-то. У нас есть все ресурсы, чтобы через 6 недель стартнуть. У нас есть все ресурсы, чтобы найти финансирование. И у нас есть все ресурсы, чтобы создать компанию полностью белую, как подарочную конфетку, чтобы потом эту компанию продать. Что мы сейчас ищем? У нас, как вы сказали, менеджмент и людей. Мы ищем проект-менеджеров, которые будут работать непосредственно внутри Fastlane. И будут помогать нам строить компанию. Позиция проект-менеджера, значит, это будет участие в компании Fastlane, которая будет получать проекты. Разработать IT с бюджетом, например, 100 тысяч долларов, разработать IT для такого бизнес-проекта. И полностью вести этот проект от начала до конца. А потом следующий проект. Или сделать маркетинг-план, договориться, в общем-то. Бегать во всех направлениях, субпортить те компании, которые есть, и создавать новые. У вас есть потенциал стать CEO, founder CEO, одной из происходящих компаний. Если вам интересно проект проект-менеджера, как раз с Татьяной, Татьяна потом отдаст свой контакт. Если у вас есть сила и желание создавать компанию кусочками и целую компанию, то мою e-mail... Субтитры создавал DimaTorzok